Зачем хакерам медицинская история премьера Сингапура? В какой стране больше всего долгожителей? И почему человек, который провел 22 года в джунглях в полном одиночестве, не хочет их покидать? Об этом и не только в нашем обзоре. Самая резонансная хакерская атака в истории Сингапура. Злоумышленники взломали базу Министерства охраны здоровья и украли личные данные полутора миллионов граждан. А это четверть населения страны. В руках похитителей оказались даже рецепты на лекарства для премьер-министра. Власти сообщили, атака была хорошо спланированной. Подозреваемых пока нет. Борьба с мусором. Правительство Доминиканы пытается расчистить знаменитые песчаные пляжи, которые утопают в тоннах пластика. Власти наняли 500 человек для уборки побережья. 60 тонн отходов уже вывезли. Но каждый день морской прибой выносит на берег все больше мусора. Японцы стали жить дольше. По статистике правительства, продолжительность жизни в стране восходящего солнца продолжает расти. Этот показатель для женщин 87 с хвостиком лет. Для мужчин примерно 81 год. В мировом рейтинге Япония уступает только Гонконгу. На третьем месте Швейцария. В мексиканской столице нашли древние сооружения времен ацтеков. Их обнаружили строители, которые копали землю, чтобы начать строительство нового дома. Археологи установили. Находке больше 500 лет. Предполагают, что это была резиденция правителей индейцев. Итальянская полиция нашла похищенные картины Ренуара и Рубенса стоимостью 26 миллионов евро. Их украли в прошлом году. Преступники связались с продавцами и представились израильскими раввинами. Когда при встрече дело дошло до оплаты, воры схватили картины и скрылись. Пятерых причастных к похищению уже задержали. 22 года одиночества в лесах Амазонии удалось снять на видео индейца, который вот уже два десятка лет живет один в джунглях. Это последний представитель своего племени. Всех его родственников убили лесорубы и фермеры, которые расчищали территории в лесу. Сотрудники бразильского фонда индейцев наблюдают за туземцем давно. Однако запечатлеть его на видео так близко удалось впервые. Хаббл больше не нужен. Впервые с Земли удалось сделать более качественные снимки самой далекой планеты Солнечной системы, Нептуна, чем с космической обсерватории. Все благодаря системе под названием «Очень большой телескоп» со сверхмощной оптикой. А в НАСА тем временем показали, как их новый зонд «Паркерс» может максимально приблизиться к поверхности Солнца. Аппарат планируют запустить в ближайшие недели. Эта девушка высоты явно не боится. Канатоходка из Парижа решила покорить самую высокую точку французской столицы – холм Монмартр. Она прошла по канату, натянутому от его подножия до базилики Сокрикер на вершине. Все это на высоте 35 метров и без страховки.